МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кремль нарушил договоренность с Красным Крестом. Россия отправила гуманитарный груз в Украину, не предоставив предварительно список того, что находится в КАМАЗах. В организации возмущены действиями российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Андрей Лёрш. Он отметил, что основным условием для сотрудничества с миссией поставок гуманитарной помощи из России является передача предметов помощи для проверки. В данном случае она должна осуществляться в официальной точке на украинской границе. И добавил, что Красный Крест сам определяет, кто должен получить помощь. Гуманитарная помощь из России на украинской границе будет перегружена и без сопровождения российской стороны доставлена на место назначения. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. Гуманитарка должна пройти обычную процедуру доставки груза на границу в транзитной зоне, таможенное оформление. Далее помощь перегружают на арендованные организации транспортные средства. Отвечает за это Красный Крест. Красный Крест ответственен за это. Именно Красный Крест. Он и полностью координирует, и доставляет эту гуманитарную помощь. Насколько я знаю, их позиция такова. Вся помощь будет перегружена на те грузовики, которые Красный Крест арендует в Украине, будет применять здесь, и таким образом мы не допустим любого сопровождения, будь то МЧС России или военное сопровождение. Это однозначно. Гуманитарный конвой со стороны России – ничто иное, как пиар-компания Путина. Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир Фасенко. Также он добавил, что наряду с этой акцией может идти военная спецоперация. В свою очередь, уполномоченный президентом по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Герасченко заявляет, что гуманитарная помощь может поступить в Украину только через Красный Крест с соблюдением всех международных правил. Весь тот груз, который подходит к границе Украины, должен иметь ноту от страны, которая передает его Красному Кресту. С точным перечнем всего того гуманитарного груза, который передается. Этот груз получает Красный Крест, проверяет, составляет очень жесткий реестр. Далее весь этот груз проверяется и грузится на машины Красного Креста. На эти машины, арендованные Красным Крестом, садятся только водители Красного Креста. За последние сутки силами антитеррористической операции батальонов Азов, Днепр, Донбасс и Шахтерск были освобождены четыре населенных пункта. Первомайск, Камышеваха, Калиново, Углегорск. В свою очередь, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из градов и артиллерийских минометов в районе Донецка, Луганска, Горловки и Иловайска. Ночью под обстрел попали силы АТО в районе Успенки, Авдеевки, Ильинки, Семеновского, Степановки и около Саурмогилы. В Старобешевском районе Донецкой области был обстрелян транспорт. Украинских военнослужащих есть погибшие. Несмотря на атаки террористов, силы антитеррористической операции продолжают подготовку к дальнейшим наступательным действиям одновременно по нескольким направлениям. Под их контролем уже находится участок трассы, соединяющий Горловку с районом Ясиноватая, Донецк. Таким образом, группировка террористов возле Горловки отрезана от так называемой ДНР. Силами батальонов специального назначения Азов, Днепр, Донбасс и Шахтерск освобождены три населенных пункта. Это Первомайск, Камышеваха и Калинова. На освобожденной территории обнаружена и обезврежена группа спецназа Вооруженных сил Российской Федерации и около 30 террористов. Кроме этого, подразделения Вооруженных сил Украины сегодня освободили город Углидар. Там, на центральном здании, подняли государственный флаг Украины. Террористы самопровозглашенной республики ЛНР открыли охоту на своих главарей Болотова и Сдрелюка. Об этом сообщили в кризисном медиа-центре. Информации о раненых и погибших сепаратистов пока нет. Напомню, Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченных разговоров офицеров ФСБ и ГРУ Российской Федерации, во время которых обсуждалась необходимость ликвидации лидеров сепаратистских организаций. СБУ задержало шпиона, который собирал и передавал информацию о дислокации сил Украинской армии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Шпион был завербован террористами в апреле и выполнял задачи по сбору информации о вылетах украинской авиации с военных аэродромов Николаева и Чугуева, а также размещении блокпостов и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины на Донбассе. Кроме того, он корректировал артиллерийский обстрел боевиками мирных населенных пунктов и позиции сил антитеррористической операции. Я, гражданин Украины, проживающий в городе Донецке, был завербован террористической организацией ДНР в лице бандитов Банаква и Якут для сбора, систематизации и передачи данных в устном и в электронном виде о передвижении и дислокации украинских войск, участвуя в антитеррористической операции. Минсоцполитики имеют на счету 230 миллионов гривен для протезирования бойцов из зоны антитеррористической операции. На сегодня этого ожидают 16 военнослужащих, однако их количество увеличивается, поскольку много солдат еще не готовы к протезированию. Такие раны долго заживают. Те, кто получил менее тяжелое ранение, говорят, обязательно вернутся из госпиталя на фронт. 60% раненых украинских военных получили повреждения конечностей. Об этом свидетельствует статистика Минобороны. Еще 4% ранены в пах, 2% получили ранения в шею. Один из них – капитан Дмитрий. Еще сидя в инвалидной коляске, он уже планирует вернуться обратно к своей бригаде. Я стану в строю однозначно, просто это будет длительный путь, реабилитация будет длительная, потому что есть серьезные ранения, ну и некоторые проливные. Но то, что я буду вернуть к обычной полноценной нормальной жизни, это произойдет. Планирует вернуться в строй и доброволец Николай. Ему боевики выстрелили прямо в голову. Чудом не задели мозг. В Изюм меня доставили, я там пришел в чувства. Забинтовали, привезли в Харьков на скорой помощи, которая забирала тяжелого, а меня, сидя, уже привезли в Харьков. В Харькове готовили к операции. Но так как там постоянно привозили очень тяжелых, был занят нейрохирург. А мне нужно было из черепа достать пулю, она сидела около мозга. Нейрохирург нашелся свободный только в Киеве. Доставили самолетом сюда. В Минобороны Украины говорят, спасать бойцов было бы легче, если бы армия имела медицинские вертолеты. Также не хватает бронированных машин и обычных неотложек для эвакуации раненых с Донбасса. Однако, по словам медиков, делается все возможное, чтобы решить эти вопросы. Не хватает машин скорой помощи, и мы пытаемся различными способами их доставать. Сейчас ведутся переговоры с Минздравом, чтобы нам еще 25 машин дали, которые у них там застряли где-то в резервах. В том числе мы сейчас отмобилизовали две автосанитарных роты. То есть мы собрали все эти автомобили УАЗ-450 народного хозяйства для того, чтобы бросить туда и решить эту проблему. Кроме того, по словам Виталия Андранаттия, террористы в зоне проведения АТО целенаправленно расстреливают санитарные автомобили. В частности, градами боевики уничтожили очень много специальной медицинской техники. А за нарушение Женевских конвенций откровенное насилие над медиками на поле боя предусмотрена уголовная ответственность по нормам не только национального, но и международного законодательства. Виктория Лопатина, Данил Городецкий, БТБ. Киевляне встретили львовских пограничников из зоны антитеррористической операции. Хоть те побыли на столичном вокзале всего лишь час, этого времени хватило, чтобы каждый желающий высказал свою благодарность героям. Национальные флаги, патриотические баннеры и 22 килограмма пиццы. Так, на столичном вокзале встречали пограничников с Востока. Активисты также принесли сигареты и воду. Но они уверены, это самое малое, чем можно поблагодарить своих героев. Мы встречаем наших пограничников, гордимся ими. Я не могу сдержать слез. Я хочу на них посмотреть, обнять. Привезли им сигареты, воду, то, что можем. Но это все-таки мелочи, а они такой подвиг совершают. Мы можем, но это все-таки дребницы, потому что они такие подвиги действуют. Так как я не могу активно участвовать в военных действиях, вместо этого я могу помогать по мере своих возможностей здесь, в Киеве. И мне приятно и важно для меня присоединиться к подобной акции. Важливо для меня долучиться до подобной акции. Мы рады, что они живы. Это для нас главное. И они не пали духом и никогда не упадут. Во львовском пограничном отряде 64 человека. Именно эти ребята почти месяц стояли на передовой в настоящем аду, так называемом изваринском котле. Слава Украине! Слава! Слава нации! Слава народа! В ночь с 6 на 7 августа они вместе с аэромобильными бригадами совершили прорыв через два кольца боевиков и вышли к основным силам АТО. Вспоминают о том, что было неохотно. Просто радуются, что всем отрядам возвращаются домой. Какие могут быть враждения? Война, я так гадаю. Какие могут быть впечатления? Война, я так думаю, она только для романтиков на бумагах. А те, кто на ней побывал, даже своему врагу не пожелают туда попасть. Это ад. Благодаря командованию, благодаря героям в каждой группе. Всех, даже не знаем героев, которые присматривали друг за другом. Мы так и вышли, глядя друг на друга, чтобы никого не потерять. Пограничники говорят, возвращаться обратно не хотелось бы. И надеются, что вскоре туда никому не придется ехать. Но если Родина позовет, всегда готовы стать на ее защиту. Ольга Теребинская, БТБ. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей в период мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отныне призыву не подлежат военнообязанные мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Не будут призванные родители, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних, а также те, у кого есть дети-инвалиды первой или второй группы до 23 лет. Такие граждане могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства. Женщины, имеющие на иждивении детей до 18 лет, подлежат увольнению с военной службы, если они не выразили желание ее продолжать. Переход на пропорциональную систему парламентских выборов и введение санкций против России. Два самых ожидаемых решения в сегодняшней работе Верховной Рады. Первый вопрос депутаты провалили с треском. Ограничения для страны ГСР с большими усилиями поддержали лишь в первом чтении. Детали от наших парламентских корреспондентов мы покажем вам немного позже, так как сюжет сейчас готовится к эфиру. Кто сейчас покупает доллары дороже 13 гривен, пожалеют. Об этом с трибуны парламента заявила председатель Национального банка Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, что экономических предпосылок для девальвации нет. И в то же время отметила, что регулятор намерен придерживаться гибкого валютного курса. Позицию руководителя НБУ поддержали и эксперты. У Национального банка достаточно инструментов для стабилизации ситуации, заявила Валерия Гонтарева с трибуны парламента. Сейчас регулятор применяет рыночные методы. Но если понадобится, готов использовать и более жесткие, административные. Глава НБУ еще раз подчеркнула, экономических предпосылок для обесценивания гривней нет. По итогам августа прогнозируется положительная сальдо платежного баланса, учитывая факт ожидаемых поступлений от Мирового банка в размере 500 миллионов долларов и второго транша МВФ на 1,450 миллионов. А это значит, что в страну придет много валюты и гривня укрепится. Поэтому хочу предупредить всех, кто прибегает к паническим настроениям, что все, кто скупает валюту по завышенному курсу на теневом рынке, скоро будут об этом сожалеть. Потому что НБУ стабилизирует систему уже в ближайшее время. С председателем Национального банка согласны и экономисты. Говорят, экономических предпосылок, девальвации действительно нет. Политическая нервозность, напряжение на Юго-Востоке – два главных фактора, влияющих на настроение рынка. Подливают масло в огонь и опасения по поводу возможного вторжения России на территорию Украины. Своё слово, как обычно, сказали и спекулянты. Никаких экономических оснований для того, чтобы сегодня курс уходил за 13, нет. Есть только какие-то психологические ожидания, которые базируются на спекулятивном интересе или спекулятивных каких-то ожиданиях. Ни больше, ни меньше. Всё-таки где-то между 10 и 11. Не 8, конечно. Но где-то 10-11 – это тот реальный курс, который, в принципе, сегодня МУК будут творить и экспортеров, с одной стороны, и импортеров. И то, во что вложился рынок. Гривня уже достигала отметки 13. Это было в апреле. Тогда даже без вмешательства Нацбанка курс вернулся к 11-11.50. Похожего сценария эксперты ожидают и в этот раз. Экономических причин сейчас нет для девальвации гривен. Потому что у нас платёжный баланс в хорошем состоянии находится. Град за лучшим, чем он был в прошлом году. Уже даже позитивный баланс по торговле товарами. То есть у нас экспорт превышает импорт. Это означает, что должен быть приток валюты больше, чем отток. Сегодня котировки по гривне, доллар закрылись на отметке 13.60. Однако эксперты утверждают, что есть все основания для того, чтобы в ближайшие дни они пошли вниз. Роман Ковтун, Виктор Сенкевич, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Нынешний курс гривни не соотносится с реальными экономическими показателями. Об этом заявил профессор Мастрихского университета экономист Бертранд Канделон в интервью нашим журналистам. Одну из основных причин удешевления гривни эксперт называет военный конфликт на Востоке и добавляет. После завершения антитеррористической операции украинская валюта должна укрепиться. Просто политическая обстановка такова, что давит на обменный курс. И если бы на курс действовали только объективные макроэкономические факторы, курс был бы выше. Однако сейчас отделить политические факторы и фактор конфликта от финансового сектора не получается никак. Я могу сказать то, что когда война завершится, когда политическая ситуация станет более стабильной, гривня подорожает. Украина намерена вернуть 164 миллиона евро, выведенные из страны бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Юрий Боченко. Так представители Украинской генпрокуратуры проведут встречи со своими коллегами из Лихтенштейна и Швейцарии в августе и сентябре. Стороны намерены обсудить вопрос возвращения в Украину украденных денег. Напомню ранее, компетентные органы княжества Лихтенштейн арестовали 27 миллионов евро, и еще 137 замороженных миллионов остаются в Швейцарии. Как известно, именно по обращению Генеральной прокуратуры Украины решением Совета Европейского Союза применены санкции к 22 бывшим высшим должностным лицам Украины. Речь идет о замораживании экономических ресурсов, значительная часть которых находится в Швейцарской конфедерации, княжестве Лихтенштейн и республике Кипр. И мы возвращаемся к теме сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины. Какие законопроекты депутаты приняли, а какие провалили с треском, знают наши корреспонденты. Шесть законопроектов, направленных на изменения избирательного законодательства. Однако они депутатам не понравились. Ведь ни один документ парламентарии не включили в повестку дня. Найти компромисс Александр Турчинов предлагает за закрытой дверью у себя в кабинете. Час переговоров, казалось бы, обнадеживает. Первый законопроект, я еще раз акцентирую ваше внимание, это пропорциональная система, фактически с открытыми списками, или частично открытыми, скажем так. И второй проект закона. В этом законе речь идет о сокращении сроков проведения выборов в Верховную Раду. В нем говорится о технологических вопросах, которые обеспечат прозрачную систему проведения выборов. На базе, еще раз подчеркиваю, действующей избирательной системы, то есть смешанной. Но голосование доказывает обратное. Единства среди фракций нет. Два согласованных документа депутаты проваливают. Политологи не удивлены. На самом деле, главными противниками – мажоритарщики, которые хотят сохранить мажоритарную систему. Партиям также открыть списки не слишком выгодно, потому что таким образом лидеры партии потеряют контроль над теми, кто будет в этих списках. Независимо от того, кто при власти, невыгодны открытые списки. Вообще пропорциональная система. Батькевщина будет голосовать за пропорциональные списки. Удар, так как он в команде, скажем, уже в системе, которую мы определяем как пропрезидентская. Большинство или какая-то часть депутатов, они будут голосовать за смешанную систему. Все представители мажоритарщиков, ясно, что они не будут голосовать за пропорциональную. Следующий немаловажный законопроект о введении санкций против России. Документ предполагает блокирование активов как юридических, так и физических лиц, запрет трансляции пропагандистских СМИ и другие ограничения. В целом их 29 видов. Мы осознаем, что введение санкций будет иметь последствия и для украинской экономики. Но это та цена, которая ничто по сравнению с жертвами украинских солдат, украинского населения, которые расстреливают террористы, поддерживаемые Российской Федерацией. Принятие этого закона – это ответ на вопрос, это украинский парламент или это парламент другого государства. Это вопрос национального достоинства. С горем пополам депутаты таки поддерживают законопроект, но только в первом чтении. Тем временем с завидным результатом голосуют за ряд документов, направленных на расширение прав силовиков. В частности, разрешают милиции в зоне АТО стрелять без предупреждения. Лиц, подозреваемых в терроризме, задерживать на месяц. А прокурорам дают право выполнять функции следственного судьи. Конституционным большинством депутаты ратифицируют соглашение о приезде в Украину малайзийских экспертов для расследования авиакатастрофы Боинга-777. Дали зеленый свет и кредиту в чуть больше миллиарда гривен, который Япония предоставит на поддержку бюджета и реализацию реформ. Вера Свердлык, Оксана Опрышко, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Специалисты газотранспортной системы Словакии компании «Июстрим» завершили подготовительные работы к реверсным поставкам топлива на территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель компании. Реверс можно начинать уже с 1 сентября. Контрольный режим предусматривает по ставку около 3 миллиардов кубометров газа в год. А с 1 марта 2015 года газопровод сможет работать на максимальной мощности 10 миллиардов кубометров. Сегодня годовщина гибели российской подводной лодки «Курск». Памятные мероприятия проходят по всей России. Субмарина затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота в 2000 году. Все 118 членов экипажа погибли. Со дня катастрофы прошло 14 лет. Однако точной причины гибели атомной подводной лодки до сих пор мир не узнал. Через два месяца после трагедии президент России Владимир Путин давал интервью Ларри Кингу на телеканале CNN. Ответ Путина на вопрос журналиста о том, что же все-таки произошло с подлодкой, был лаконичным. Она утонула. Триумфальной победой для украинской паралимпийской команды закончился чемпионат Европы по плаванию. Наши спортсмены завоевали 94 медали. Такого результата от команды в европейском спортивном сообществе никто не ожидал. Каждый соревновательный день украинцы поднимались на пьедестал почета. Встречала украинских спортсменов Екатерина Доброгорская. 37 золотых, 29 серебряных и 28 бронзовых медалей. Кроме этого, 10 рекордов Европы и 8 мировых. С таким результатом украинская команда завершила чемпионат Европы в голландском Эйнтховене. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы в Голландии это чувствовали. Действительно, чемпионат Европы, поездка была сколько раз под угрозой срыва, ситуация в стране, вы сами все прекрасно понимаете. Но все у нас получилось. Я думаю, будет и дальше все получаться. Мирного нам всем неба. В сравнении с прошлым годом в украинской сборной произошли большие перемены. В ее состав вошло 16 новых спортсменов. Именно выступление дебютантки из Херсона Лизы Мережко поразило всех в Эйнтховене. Четыре золотые медали, две серебряные и один рекорд Европы. Она удивила всех, ведь никто от нее таких результатов не ожидал. Я тренировалась, я работала, но чтобы такой фурор получился, нет, я не рассчитывала. Я до сих пор не могу еще осознать этого. До сих пор нету какого-то этого чувства, что что-то произошло грандиозное. Просто, как обычные, очередные какие-то соревнования. Министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов приехал встречать пловцов в аэропорт Борисполь. Он горд за наших паралимпийцев. Говорит, они в очередной раз доказали, что украинцы сильная нация и душой, и телом. Наши спортсмены просто герои. Герои на самом деле, которые показали и доказали всему миру, что украинцы побеждают во всем. Что в украинцах есть сила воли, дух, и несмотря на препятствия и тяжелые времена, украинцы придут к победе. Паралимпийцы говорят, свою триумфальную победу посвящают бойцам украинской армии. Национальный паралимпийский комитет прорабатывает сейчас предложения по реабилитации наших героев, героев АТО, средствам физической культуры и спорта. Через физическую культуру и спорт, через реабилитацию, вернуть их к жизни здоровых людей. Нашей команде было нелегко на первенстве Европы, ведь на этом чемпионате она боролась со спортсменами из 37 стран. К слову, второе место на соревновании получили россияне, а третье – Великобритания. Сейчас, говорят украинские спортсмены, их ждет месячный отпуск, после чего они начнут подготовку к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в Глазго в Шотландии. Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ. Только что стало известно, что на несанкционированном митинге, который проходит на поддержку Украины возле ее посольства в Москве, начался разгон участников акции. По предварительным данным, российская полиция уже задержала 12 человек. Митинг начался в 20 часов по московскому времени у памятника Александру Пушкину. Организаторы утверждают, что подавали заявку в мэрию, однако им отказали. Участники митинга выступают за немедленное прекращение боевых действий на юго-востоке Украины. Отмечу, что ранее московские власти несколько раз давали добро на массовые акции в поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 22.00.